Я уже больше 10 лет играю в сталкер чистое небо, но по сей день у меня остаются некоторые вопросы по поводу этой игры. Даже после стольких лет игры я все еще узнаю многие секреты о ней. И недавно я задался вопросом, что будет если убить ренегатов до начала сюжета. Так друзья, сегодня мы узнаем, что будет если убить ренегатов до начала сюжета. Возможно Лебедев скажет, что типа молодец, спасибо, ты свободен и на этом сюжет завершен. Или может быть он меня направит сразу на кордон, это очень интересный вопрос. Вы на канале Руди Геймс, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и обязательно написать комментарий. Всем кайфового просмотра и приятного аппетита сталкеры. Первым делом поговорим с Лебедевым, здравия желаю товарищ. И в этот момент мы не будем идти к бармену, мы не будем идти к торговцу и к Лебедеву. Тем самым мы не начинаем сюжет чистого неба. Сегодня я буду использовать повелитель зоны 5.0, тут есть функция перемещения на другую локацию и кое-что возможно заспауним. В общем идея в том, чтобы пойти сейчас на болото и перемочить всех ренегатов, что имеются на территории. Тут их достаточно много, я хочу убрать абсолютно все точки с карты, посмотреть что же будет по приходу к Лебедеву по началу сюжета. Будет ли задание по уничтожению ренегатов или же игра пропустит это задание. Рен знает что будет, рыбацкий хутор, я думаю там безопаснее всего сейчас будет. Здорово пацаны, у меня есть калаш, у меня есть костюм, я думаю этого будет маловато для захвата всей территории, так то лучше. А стопа где аптека. В общем вот такой у меня комплект для выживания в зоне, дабы я тут не подохнул на первых секундах. Я думаю этого будет достаточно. Начинаем захват, смотровая вышка. Прикольнее здесь воевать с калашом. Совсем другие ощущения, не то что с тозом или с пм в начале игры. Как это обычно бывает у всех сталкеров, проходящих в чистое небо. Здесь конечно разные способы для получения крутого снаряжения в начале игры. Кстати можете чекнуть видос по топ 5 артефактов или же супер легкое начало в чистое небо. Есть такие видосы на канале. Подсказочки вы сейчас увидите у себя вверху на экране. Не знаю стоит ли трогать мутантов. Давайте и мутантов зачистим. Абсолютно все вражеское уничтожим на карте. Задумка главная в том, чтобы уничтожить ренегатов. Но мы вернемся в 7 минут чисто по приколу. Хуякс. Готово. Очень много кабанов, они везде. Я пожалуй наверное пропущу момент с их уничтожением, дабы не затягивать видео на полчаса. Ебануц. Идем на насосную станцию, это следующая точка. Боже, как же я любил захватывать болото в чистом небе еще в детстве. Какой же это балдеж. Война группировок. А ты? Шестой. Мой. Бля, прикольно. Я мог бы конечно взять винторезик. Там точность получше. Не знаю, что же не было. Бою мать, еще один. Зачистка выполнена. Так, тут мутанты ошиваются. Тут мутанты. Пойдем по часовой стрелочке, вот так вот. Сначала мутантов, потом бандосов, бандосов и по кружочку. Блин, хотел заюзать нож, но у меня его нет. Мне же не дали нож. Мне должен был торговец выдать нож. Обрез. Там какую-то амуницию в начале игры. Но я это все пропустил. Намеренно. Тут, если не ошибаюсь, опять миллион кабанов будет. Да-да. Да-да. Учтожим кабанов. Это был последний. Двигаемся на север, на деревню ренегатов. Так, первый пошел. Вот их огромное количество. Броска. Мне такая войнушка нравится. Чаенза. Бронжирет чистого неба, ему уже пиздец. Надо будет чистое небо пройти на стримах. Будем ходить чисто с сока. Ведь он тут палит, как пулемет, реально. А нафиг я лутаю этих бандюков ренегатов? Я же все равно могу заспавниться. Зачем? Алло. Последний. Блядь, я путаю ренегатов и бандитов постоянно. Меня это бесит. Погнали на лудочную станцию. Там еще есть отряд. Ничего не говорим, просто действуем. Просто у меня легкая сложность и плавнер мод включен. Че, где еще? Черт, ты где? Ага, я тебя вижу. Я тебя чувствую. Лудочная станция выбита. Направляемся на стоянку под насыпью. Там как раз лежит винторест тот самый. Мы на подходе. Готовьте свои попки. Ренегатики. Цыпятся, блин, как семечки. Если играть с теми снаряжениями, которые должны быть по сюжету, не особо. Разживешься 5,45 патронами. Потом приходится поэмам стрелять, обрезом. На самом деле это немного дольше было бы. Будь у меня такое снаряжение. Заберем его. Если мы тут все-таки проходим, то почему бы и не забрать? Хуйня. Тайник. Идем дальше. Это у нас северный хутор. Если посмотреть на карту, то можно увидеть то, что у нас пол болот очищено. Вы не ждете, а я пришел. Вот такое у нас сегодня избиение младенцев. Подсветим. Дочка захвачена. Северный хутор за нами. Идем на механизаторский двор. Это главная база ренегатов на болотах. Ни разу не проходил за ренегатов. Войну группировок. Там ребята советовали. Надо будет попробовать. Себануться. Теперь горбатый. И я сказал горбатый. Отсылочка к мультяшке классной. Ору. В общем, механизаторский двор захвачен. Теперь у нас на очереди сгоревший хутор. Говорим привет и доброй ночи. Включаем режим танка. Это мне не нравится не попадать в них с 10 метров. Подходим к метру. Сужаем расстояние. Следующая точка перевалочная. Сейчас мы немного отойдем от дел. Там мутанты шарятся. Надо к ним сбегать. Сколько сталкеров. И кстати, показалось, что это сталкер. Но это чистое небо. Это как должно быть все ок. Замаслим последних мутантов на болоте. Кстати, это последний сквад мутантов на болотах. Вот теперь ни одного отряда мутантов на болоте нет. Я такое впервые вижу. Историческая хуйня. Легендарное дерьмо, правильно говорить. Мы же хайповые ребята. Осталось всего две точки ренегатов. Это южный блокпост и церковь. Боюсь, что меня лебедев просто нахрен пошлет. Скажет, что ты дебил, что ли. Ты что, крэйзи? Замочить в одиночку всех ренегатов и мутантов. Они просто меня в базу не пустят. Что где-то один шарится? Вверху? А, ты голубь ебаный. Было больно. Я понимаю тебя. Однажды я падал с качелей. И таким образом сломал ногу. Это было не очень приятно. Был тогда совсем молод. Горяч. Но мой пыл охладил слом ноги, сука. Остался южный хутор. Собственно говоря, это последний отряд. Нихуя себе. Мы стоим. Какие мутанты? Вы о чем говорите? Что здесь делают мутанты? Я вроде все зачистил. Это, короче, волк-одиночка, скажем так. Возможно, если бы я его не убил, то он бы почкованием размножился до нескольких отрядов. Так что это все к лучшему. Ребята, я пришел за вашими душами. Это необходимо сделать. На этом спасибо. Все, болото полностью зачищено. Теперь можно отправиться к Лебедеву. Пообщаться с барменом. Блин, я боюсь, что если я пойду на вышку по сюжету, после выброса они по новой заспаунятся. Давайте проверять. Сейчас мы перейдем опять на базу чистого неба. По крайней мере, после перехода ничего не поменялось. Болото зачищено. Нормально пока что. Говорим с холодом. И идем к Лебедеву. Контролим карту, чтобы там ничего не появилось лишнего. Не дай боже. Привет. Говорим с ним. Получаем задание по форпосту. Смутно припоминаю. Понял. Идем на форпост. Получаем снарягу. Теперь у меня есть нож. Я тебя слушаю. Я готов. Пойдем. До сих пор ничего не появилось. Я надеюсь, так и будет продолжаться. И у нас все получится. Вот ренегаты, которые находятся на форпосту, не отображаются. Бежим на вышку. Быстренько. Мне очень страшно было в детстве проходить этот момент. Тут меня догоняют кабаны постоянно. У меня патронов на самом донце осталось. По-прежнему ничего не изменилось на карте. Убить кабанов. А если выполнить задание по шурику? Если их реально уничтожить всех? Это реально? Серьезно? Вообще-то реально. Это реально. Только мне кажется, выброс раньше убьет кабанов, чем я. Задание отменено. Больше не надо убить кабанов. Сука. Там мой кент погибает. Дружище, а ты как? Как дела? А, ёб твою мать, ты умер? А, грустно, конечно. А если успеть спрятаться от выброса? По-моему, там есть уже контент по этому поводу какой-то. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. По-прежнему пусто. На карте всё хорошо. Ситуация под контролем. Выясните, лебедева, что произошло? Предложил вступить в чистое небо. Я принял. Захватить ферму. Так, у нас нет ни одного отряда ренегатов на карте. Мы вступили в чистое небо. И у нас есть задание по захвату фермы. Это фиаско, ребята. Только что заспаунились некоторые отряды ренегатов на переходных точках. И это не нравится. Давайте попробуем. О, ебать. Уже на механизаторский двор идут ренегаты. Я предлагаю по-быстрому их отбить тогда. Короче, судя по всему, сейчас мои ребята захватят механизаторский двор. Потом мы захватим переход на кордон. И на этом всё. Мы себе таким образом укоротили прохождение игры от начала сюжета и до конца прохождения на болотах. У нас намного меньше времени. Было бы, конечно, прикольнее, если бы Лебедев сказал что-то супер необычное. Так, как я вижу, сюда никто не идёт. Так, повторно очистим территорию. Можно это сделать очень быстро. Как дела? Норм. Ещё одни отряды высланы на захват механизаторского двора. Посмотрим, дойдут ли они туда. Красавчики. Тем временем, я думаю, наши дойдут уже до указанных точек. Ясет и быдло. Сейчас бы гранату бросать. На этом всё. Идём на механизаторский двор и удерживаем точку до прихода. Блядь, вы что прикалываетесь сейчас, пацаны? Только перешёл сейчас со стоянки под насыпью на двор. Как тут же новые отряды заспавнились на переходах. Это, в общем, замкнутый круг. Что бы я ни делал, они по новой спавнятся. Им нет конца. И даже если станут на эти точки чистое небо, всё равно ренегаты будут спавниться там. И таким образом они будут понемножку отжирать новые территории у чистого неба. Итак, ребята, с вами был Руди. И сегодня мы узнали с вами, что будет, если перебить ренегатов до начала сюжета в сталкер чистое небо. Предполагалось, конечно, что будет что-то необычное, супер необычное. Но всё, что мы видели, это захват механизаторского двора. Что необычно, в принципе, для данного этапа игры. Потому что там обычно захват на перевалочную, на сгоревший хутор, на насосную станцию. А тут сразу механизаторский двор. Таким образом мы пропускаем сообщение Лебедева о том, что мы уже готовы идти на механизаторский двор. Ну а так всё. Друзья, с вами был Руди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте комментировать видео. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова